Программа Организации Объединенных Наций в Беларуси реализуется с 2003 года. Причем, с самой розной накированости, непосредственно на Гомичине, основную увагу надали развитию регионов, которые потерпели у вынеку чернобыльских катастрофы. При финансовой потребности этой международной организации, местовое население занималось развитием приседебных господарок и заховывало культурную спадщину, взмогалось с надзвучайными ситуациями и освоивало зеленую экономику. Основная задача, якой – укоронение новых технологий, которые позволяют минимизовать шкоду для новоконного сяродя. Отременный опыт теперь будет выкрасываться и в других краинах. Сегодня мы говорим об устойчивом развитии, об экономическом росте, об инвестициях, об инновациях, о том, где бы коммерческий регион мог бы связать себя и с другими регионами не только в Беларуси, но и в Восточной Европе и за пределами. Мог бы поделиться своим опытом, как он справлялся с чернобыльской катастрофой, но и мог бы принести новые практики, как и в частном секторе, так и в государственном направлении. Наведывание специализованного лицея при Университете Громадзянской обороны Министерства панезвучайных ситуаций в Беларуси мая некакимет. По-перше, это знаемство с участными махчемосеми беларуских вартовальников, пола айчинных распроцовок опочных годов, от роботизованных комплексов для проведения особливо небеспечных работ на земле и под водой, до костюмов, в яких можно працевать в самых экстремальных ситуациях. Это костюм для обороны человека от теплового попроменивания. Температуру у 200 градусов он вытрыбливает на протягу 16 хвилин. У им можно навед працевать в зоне с температурой 800 градусов, правда, не вельми долго, усяго 20 секунд. Варты распроцовжения и опыт, створенного при лицеи Центробеспеки, только за гэтый год у им за основами беспечной життедельности ознайомится больше 18 тысяч школьников. В огнявой форме детям рассказывают, як поводить себе у разных незвычайных ситуациях. Гэта перший и поколь одинный таки центр на территории Беларуси. Все необходимые площадки подготовлены. И ребенок попадает в ту среду, в той ситуации, с которой он может по жизни встретиться. Поэтому надеюсь, что такие центры появятся в перспективе своей и, наверное, во всей Республике Беларусь. Сярод проекту, яке меркуется реализовать на Гомичине на протягу ближайших пяти годов, при лечении доли грамадян с потерпелых районов, яке володуюсь основами беспечной життедельности, деля чаго, плануется у приватности распроцовать проект по координации деятельности информационных центров, яке створены на Пасчарнобытской территории. Яшедная инициатива, якая так само будет реализована при потребности ААН, стартуя уже в наступном месяце, «Инклюзивная Беларусь, устойливое развитие для усих. Ее мета – борьба с дискриминацией во всех ее формах. От ликвидации насилия у относенных до женщин и поваги правов инвалидов до борьбы с коррупцией и до помощи мигрантам». На Гомичине основное мероприемство пройдет у Листопаде, у Гомеля и Светлогорску. «Мы представим огромное количество ток-шоу, разные выставки будут проводиться, показы кинофильмов, концерты. Пожалуйста, приходите и присоединяйтесь к нам, потому что Беларусь – это ваша страна».